То есть, мне кажется, что он пытался тебя высыпить. Ну, за образование в нашей паре отвечаю, я валю за красоту. Ну, у меня вообще инженер боеприпасов и взрывателей профессия. Я сейчас чуть не подавился, ага. Кто такие программисты, задроты, прыщавые, не хочу быть прыщавой. То есть, два бомжа в семье не грустно. Запускаем, ну, давай еще раз. А мы это не будем вырезать. Так, поехали. Всем привет. В эфире радио Монтелебера и телевидение Монтелебера, потому что мы теперь снимаем все на камеру, даже на две. Если вы внимательный зритель, вы обязательно это увидите и заметите. И кроме того, что вы увидите, заметите... Я еще неплохо справляюсь. Нет, я обычно хорошо... Я хорошо молчу. Отлично, поехали. С достоинством. Третий раз. Всем привет. В эфире радио Монтелебера и телевидение Монтелебера, на самом деле. Мегакорпорация, медиакорпорация Монтелебера вещает из студии первого клуба Монтелебера. Сегодня у нас рубрика «Знакомство», и во второй раз мы делаем выпуск, парный выпуск «Знакомство». Сегодня у нас прекрасная пара в студии. Это Александр и Валентина. Здравствуйте. 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 Привет. И на всех случаях меня зовут Биркин. Да, если вы не помните. Мы решили запустить такой формат, чтобы смотреть, как вообще складывается ваша жизнь здесь. С вашей перспективы, с перспективы пары, мне кажется, что это будет довольно интересно, круто, занимательно. И поехали. Вы давно тут? С 20 сентября 2022 года. 11 месяцев вроде. Да. 11 месяцев. Мы, когда приехали, в утро следующего дня вот объявили мобилизацию. Да, я помню, когда вы приехали, я лежал там на мешке. Я обычно лежу на мешке, на обычном, бинбэк, как говорится, не на каком-то мусорном. И я помню, вы рассказывали, как вы уезжали буквально из опальной Москвы. Так скажу. Почти. Но мы, когда покидали, ну, Питер, он был спокойный мирный город как раз в тот последний день это был. То есть вы с тех пор не были в России, ничего не знаете? Ну да, мы вообще не знаем, что там происходит, собственно, расскажите. Люди живут, как ни странно, вроде как у них всё как обычно, вроде как по-прежнему, да, есть плакатики о наборе ВСВО, так называемый. И в остальном, ну, вкусная точка теперь есть, больше ничего не изменилось. Но я сам на самом деле не был, просто вот недавно вышел подкаст с Светланой Грачевой, где она рассказывает об этом, что первое впечатление, когда она приехала в Россию буквально недавно летом, это, выходя с аэропорта, она увидела прием добровольцев на войну и так далее. Вот эти плакаты, баннеры, то есть немножко другое ощущение. Мне кажется, что если бы я поехал назад в Москву, то это был бы другой город. Напоминаю сцену из Банд Нью-Йорка, где эти ирландцы, свежеприбывшие граждане США, сразу их вербовали. Помню, тоже призывные пункты стояли прямо у трапов кораблей, они сходили и записывались. Напомни мне, как закончился этот фильм? — Все умерли. — Спойли. — Да. В общем, да, у нас веселый, оптимистичный, занимательный, смешной подкаст, как вы поняли. Вы, кстати, довольно часто заказывали фильмы, у нас есть такая услуга, мы позволили себе пререкламировать заказ фильмов в клубе. Всего за 5 евро МТЛ вы можете поставить любой фильм, в любой озвучке, с любыми субтитрами и так далее. Закончили рекламу. И, как я говорил, вы часто заказывали какие-то фильмы, вы прям такие кинофилы, синефилы. — Очень сильно, да. — Класс. Как это началось? — Ну, я со школы в какой-то момент посмотрел, не знаю, наверное, Барри Линдона «Кубрика» и подумал, блин, а я такое, ну, я же люблю кино, посмотрю все кино. Я просто начал смотреть каждый день кино. И так несколько лет... — Слушай, ты начинал с «Кубри Линдона»? — Ну, что-то вроде того, или, ну, вот, что-то такое классическое и не самое очевидное. При этом посмотрел, подумал, клево. Таких же фильмов, наверное, полно. — Просто ты знаешь, как начинать не с травки, а сразу с тяжелых наркотиков. Вот традиционное такое стереотипичное представление о наркотиках. Не управляйте наркотики, пожалуйста. — Да нет, Кубрик же это еще очень... Режиссер, который жанр очень умеет хорошо держать. То есть его всегда интересно смотреть. — Не, я помню, я лет... Мне дядя лет в семь показывал сияния. Впечатления на всю жизнь. Даже не заикаюсь. — А мы в десятом классе вот начали встречаться, и он мне показал гражданина Кейна. И я тогда еще... — Ты растаяла. — Ну, не совсем, я скорее засыпала. Ну, поначалу, потому что я была нетренированная. — Нет, сначала я, конечно, ей показал Даккера Дейл против зла. — Ну, сначала немножко заманил, типа, будем смотреть лайтовое кино, будет легко. — То есть, когда он позвал тебя на кино, то вы реально смотрели кино? — Ты не ожидала, да? — Еще такое кино, на которое надо было высыпаться неделю заранее, отдыхать, не учиться. Ну, посмотрели, в принципе, а потом вот начались всякие «Крестные отцы», полноценные фильмы там. — По три часа. — Не «Молчание», как в фильме, у Бергмана. — У «Бергмана» и «Молчание», в принципе. — Ну, мы все, в принципе, много чего посмотрели там. Но я потом просто я втянулась, но как бы выбора нет. — Фаня и Александр там часов шесть, наверное, длится. — Ну, у нас он скачан и так что-то не будет. — Я просто по фильмографии иду, а они же в самом конце еще не дошел. — Не, я прям каждое «Рождество», наверное, смотрю классно. Хорошо, хорошо. Ну, по крайней мере, ты не с «Дау» начал, да, где там 17 часов. — И причем он начал сразу с субтитрами. — Боже ж. — То есть как бы, ну... — То есть мне кажется, что он пытался тебя высыпить. — Он надеялся, что я все-таки отвалюсь. Но я выдержала это испытание. Он такой, ну ладно, можно будет и жениться. — Она еще и музыку мою стала слушать, так что. — Да, перешла на рок. — А что было до этого? Расскажи про жизнь Ту Александру. — Ну, Ту Александра... Ну, смотрела всякие фильмы по СТС, по ТНТ такое, то есть... И много довольно, то есть могла их узнавать по паре кадров. Но там, конечно, не показывали Бергмана. То есть, ну, «Трансформеры», ну, «Гарри Поттер», вот. Ну, там «Ранетки», собственно, что смотрела и слушала. — Понял, понял. А ты как-то участвуешь в образовании, Саша? — Ты что-нибудь научила его делать? Например, вот так надо делать. Например, одеваться, например, там, не знаю, стереотипично готовить. Или там вот такой вот взгляд, наверное, книжки. Ты прочитала и сказала... — Ну, когда я попросила прочитать книжку одну, он меня высмеял, что очень глупая книжка. Я поняла, что я, наверное, не смогу его ничему научить. — Вам весело, вдвоем нечистое. — Книги начала я его читать. Причём жёсткий. Какой-нибудь Селин или... — Или Дион. Тоже хороший автор. — Как его, не Герман Гёссы, а Тропик Козерога. — Генри Миллера. — Тропик Рака, да-да-да. — Генри Миллера. — Да, Миллер. — Ну, за образование в нашей паре отвечаю я. Валя за красоту. — Хорошее распределение. — Ну, я ему книги дарила Ницше. Вот слышала такое Ницше, что-то ему понравилось. И пошла искать в этом магазине с книгами, не знаю, что это, спрашиваю. — За Ратустру, да, я так прочитал. — Архипелаг ГУЛАГ дарила. Ещё даже не особо... — Нет, это другая книжка. — Я знаю. Но просто что какие-то умные слова слышала. — Я имею в виду, это был ГУЛАГ Энн Эпплбаум. — Ой, да, вообще другой ГУЛАГ даже дарила. — А, другой ГУЛАГ? — Британская писательница, исследовательница. Тоже книжку там страниц на 700 написала большую про ГУЛАГ советский. — Слушай, расскажите, какие книжки вы бы посоветуели? Как в суперблогерских форматах, там, топ-3 книги, которые надо прочитать. — Наш фаворит — это Умберто Эко. — Ага, имя Розы? — Да, ну, имя Розы, топ-1, да. — Ну, я прочитала ещё «Баудолина». — Пражское кладбище. — Пражское кладбище. Вот сейчас будем «Священное пламя царицы Ланы» читать. И нулевой номер у нас ещё есть. И маятник Фукова большущий, но он в России остался, надо его перевести. — Я полное собрание. Я Вале каждый год дарил по книжке Умберто Эко, и вот так у нас собралось полное собрание. — У тебя на балконе там лежали список первый год, второй год, там, семнадцатый год. — Да, сначала «Рокмузыка», потом «Чёрно-белое кино» с субтитрами, потом вот на книги перевёл. — Самое сложное... — Что дальше? «Береста». Ну, Саша, ну, побереги Валю. — Самое сложное было «С пламенем царицы Ланы», потому что оно издавалось в последний раз в году в пятнадцатом, и типа я пропустил этот момент, я видел его на полке, но думаю, на следующий год возьму. А его всё, его не издавали после этого. Как-то я умудрился найти его в прошлом году всё равно. Одну книжку. — Вот присутствие интеллекта, я чувствую, в студии. Прямо видно, что ребята из Питера. Вы вообще там родились, да? — Нет, я родилась на Камчатке, пять лет там прожила. — Чуть-чуть немножко переехала, да? — Да, и в Новосибирске где-то с двухтысячных по двадцать какой-то год начало. — В двадцать первых. — В двадцать первых. Потом на два года переехали в Питер и вот сюда. — Коренной новосибирец. — Класс. Сибиряки пополняют ряды наши в первом клубе Монтелебера. И достаточно много. — Ну, неудивительно, да, что в Черногорию именно сибиряки хотят ехать. — Ну, те, кто из Камчатки, может быть, да, они не доезжают. Это слишком далеко. Им нужен какой-то трамплин, какой-то переходный момент. А в Питере как вам жилось? — Очень хорошо. — Даже холодно. — Ну, после Новосибирска-то. — Да, мы же норм. — Конечно. Да, самое забавное, да, когда я там увольнялась с работы, работала на заводе инженерном, то у меня такие все, в Питер уезжаешь, когда там их по одной лист подписывать. Такие, там же погода не очень. — Солнца мало. — А ты такой, а в Новосибирске что? Что, минус сорок шесть месяцев в году? — Закат в два часа дня. — Это малая родина, сынок, ты не понимаешь. Это наше всё. Ну, да, есть просто стереотип про Питер, а про Новосиб как-то нет стереотипа. Я ещё слышал про Красноярска стереотип, что там действительно кожа портится, волосы портятся, потому что влажность очень большая. Я не знаю, сколько. — Там смог. — А, да, и ещё грязный. — Презвозводство. — Да-да-да, есть такое. Я слышал, что ты работал на заводе инженерном, а что за профессия такая была интересная? — Ну, у меня вообще инженер боеприпасов и взрывателей, профессия. — Я сейчас чуть не подавился, ага. Хорошо, что ты с нами слушай, а то увидела бы, как плакатик вот этот, выходя из аэропорта. А, неплохо, кстати. — Ну, в общем, да, зачем-то... Ну, я зато поняла в универе, что я пацифист, что особенно-то, ну, оружие-то вообще не моё, но училась, да, на такую профессию. — Я думала, ты прочитала «Прощай оружие» и да, вот я пацифист. — Ну, как-то странно, что ты после школы можешь выбрать, особенно у нас там было, когда уже всё бакалавр и магистратура, ну, как бы были разные обучения, что не было там специалиста на 5 лет, и как-то все пугали, бакалавр, незаконченная выше, и ты будешь вообще, типа, хуже бомжа. — Это, наверное, говорили те же самые люди, которые говорили, а куда ты едешь в Питер, да? — Ну, примерно, да. И потом, как бы, вот была одна специальность, 5,5 лет, но ты, как бы, инженер, и, конечно, говорили, что там зарплата будет хорошая, ты будешь в почёте. — Ха-ха. Обманули, да? — Да, хотя проходной балл был хороший у меня, там ЕГЭ закончила так, что можно было ещё на программиста пойти, но я такая «тю, кто такие программисты, задроты, прыщавые, не хочу быть прыщавой». — В свитере ходить, конечно. — Да, да, и такая «пойду на это» инженером, но и всё. Два года отработала за 24 тысячи с красным дипломом, и такая «что-то не то», явно. — Ну да, это, наверное, уровень зарплаты во вкусной точке, я сейчас не буду понимать. — Да, в магазине просто одежды больше можно было получать. — Да, я помню, когда открылись бутики, это мы открываем свой возраст немножко, когда открылись бутики во всякой Сибири, да, зарплаты у них были по 15-17-20 тысяч, мы такие ого-го. А потом, когда я переехал в Москву, тут тоже по 15-17-20 тысяч у них же в таких же бутиках условно зарплаты, и фи, что-то как-то, да, жить. Ну, в Москве ты не выживешь, наверное, на эти деньги. — Ну, и было забавно, когда Шурик на анимацию уехал в Питер пораньше меня, я как бы собирала кота и чемоданы, и он сказал, что за три дня зарплата у него была 24 тысячи, и я такая… — Пять с половиной лет обучения, месяц работы, и точно такая же зарплата, и я такая, ну всё, я, короче, тоже буду на аниматоре учиться. — То есть в этот момент ты… Я думал, что именно в этот момент ты подумала, вот это мой будущий муж. — Мы уже были женаты… — И ты узнала про его зарплату, да? — Года четыре. — Года четыре спустя он открыл такие республики. — Ну, до этого он как-то как я зарабатывал, то есть два бомжа в семье не грустно. — А когда ты один, ты такой, ну как-то уже неловко даже в глаза смотреть. — Коту. — Ну, как-то так получилось, что я тоже не на самых там хороших работах работал, и в итоге решил, что надо другую профессию получать, выучился на 3D-анимации. — Как это получилось? Почему именно на 3D-анимации, расскажи? Как пришла идея? — Да не знаю, даже как-то случайно. По-моему, в каком-то паблике наткнулся просто на комментарий, что нам в игровой индустрии нужны не только программисты, а вот еще там, не знаю, иллюстраторы, 3D-аниматоры вообще на расхват. И какой-то курс я нашел по 3D-анимации, который меня заинтересовал. Потихоньку его выучил. — То есть реально можно пройти какой-то онлайн-курс и освоить эту профессию так, чтобы ты мог зарабатывать деньги? — Ну, в основном так и происходит, потому что нету специальных учреждений, которые бы обучали в России анимации. — Тут должна была быть ставка от нашего спонсора, реклама Skillshare какой-нибудь. — А там из Литвы или из Латвии? — Ну, неважно, какая школа, но, по сути, есть 2 основных школы русскоязычных, 2-3, оттуда все аниматоры в России, по-моему. — То есть до сих пор эта профессия такая уникальная, элитарная в каком-то смысле? — Ну... — Для избранных. — Нет, она... Ты прийти туда любой может вообще, если у тебя как бы есть руки, просто ты можешь на мышку нажимать. В принципе, все остальное — это просто знания и практика. — Я сейчас брошу все и пойду нажимать на мышку, где мне могут платить за 3 дня 20 дней. Хотя, в принципе, да, это уже сравнимо. Отлично. А как вам работалось в анимации? Вы, получается, мультики делали, расскажите? — Да. — Да, мы делали Лунтика, Барбоскины. — Ого! — Царевны. — Да, работали на студии «Мельницы». Там этажом выше ребята рисовали вот богатырей этих знаменитых. — Они вот рисовали, это 2D, то есть там от руки. — Да-да-да, я видел. — И многие еще работают на кальке, когда каждый второй кадр на листике нарисован, они переворачивают и как бы смотрят склейку. А у нас это на компьютерах, то есть я раньше думала, что это все компьютеры делают. В принципе, сейчас так даже и некоторые 2D-аниматоры думают, что 3D-аниматоры — это такие лентяи, которые сидят по мышке, да, просто кликают. — Так, у вас расходятся показания. Мне только что обещали, что мне за кликание на мышку будут деньги платить, а ты говоришь нет. — Это тебе надо сначала освоить профессию, но дело в том, что доступно это практически любому, мне кажется. — Просто да, там есть свои как бы, ну закон анимации, в принципе, как и в 2D, то есть правила как бы вкусной, привлекательной анимации, чтобы она была красивой, сочной, как бы смотрибельной. И потом просто софт, программа довольно простая, именно в 3D, то есть для там тех, кто занимает динамикой, там рендером, там может посложнее инструмента, у нас довольно просто, ты должен освоить как бы законы, то есть теорию и на практике, то есть это просто, что это всё очень муторно, ты вручную, там вот у персонажа, может быть, на лице там 40 контролов, но это даже ещё довольно мало. В Пиксаре это в районе 300 контролов, лицо, пальцы ещё там 300, и тело там 1000. У нас чуть менее детально попроще, риги, модельки, 3D. И вот просто, чтобы персонаж как бы сдвинулся, ты должен взять там фаланку пальца, согнуть в этом кадре так, в другом там пошире, и получится движение. И вот так вот в каждом кадре, там через несколько кадров, раз 5 кадров, ты выставляешь позу, двигая её, потом в другом кадре он сдвинулся чуть побольше. Слушай, ну это профессия для дотошных, прям реально. Ну довольно, да, то есть ты… Для железных жопах. Да, потому что сидишь как бы так вот по видимости, ты почти не шевелишься, то есть это вот клавиатура, там ключи ставить, удалять, и мышка, то есть вообще никаких движений по сути просто. То есть небольшой апдейт, когда ты сказал, что нужно только мышкой кликать. Чуть-чуть на этот клавиатуру. Да, ты не говорил, что всё остальное тело у тебя вообще ничего не делает. Есть у нас там ребята, которые специальный стол имели, чтобы стоя там стоять, с ноги на ногу покачиваясь. Ну суть моя, поинта была в том, что это доступно каждому освоить этот навык. Ну я за четыре месяца как бы освоила довольно зелёный уровень, и Шурик, ну поручился на меня, за меня на студии, сказал, что вот, я возьму её под крылышко, буду её косяки долго править. То есть помогал мне первое время очень много. Долго не пришлось, первые две сцены где-то и сильно помог. Ну конечно, то, что четыре месяца ты дома учишь, и на работе приходишь адреналин, ты не хочешь, чтобы тебя уволили, тебе хочется тут работать, поэтому очень быстро осваивается материал. То есть за месяц я прям как бы освоила, как это работать с режиссёром, который выдаёт ТЗ. Вот тут персонаж радуется, тут вот грустит. Очень мило получать, конечно, типа ТЗ просто инженером получать, но это как бы ничего интересного. Я понял. А тут так всё это мило смотреть, как там отыгрывает режиссёр, ты должен это повторить. У вас не было потом такого ощущения отвращения? Больше я не могу смотреть на эти мультики, знаете, как на… Отвращения точно нет, просто это скорее про, есть информация про то, что ты когда смотришь, ты такой, охренеть, я бы это в жизни не сделала. Начинаешь смотреть, как они там решили это сделать. Да, то есть ты скорее внимательнее смотришь, и на то, как это шикарно, роскошно, и ты такой… Ну, Pixar-топчик, нет? Это вышка на планете. Pixar, да, это вот именно студия, которая делает стаминутный фильм, где нет ни одного кадра неудачного. И они ещё нарушают законы анимации. Например, ну вот есть правило, что когда идёт столкновение предметов, один кадр — это соприкосновение без деформации, а потом уже идёт там мнуться там мячики друг от друга или там щека об кулак. И я думаю, ну вот я нарушу, как Pixar, тоже этот закон, потому что у них была одна сцена, где в птичку врезалось камушек или что-то было в холодном сердце, и там не было соприкосновения, там сразу ей как бы пощан дали. Как Валя по микрофону, да. Сорян, да. И я думала, я сейчас делаю так, что у меня там маленький персонажик, малыш, младший брат и собачек, он врезался в живот дружку, потому что тот мячик подкидывал на голове, не видел, а малыш бежал за бабочкой. И он как бы соприкасается, я думаю, я сразу ему нос задеру и всё такое, и мне ведущий аниматор, нельзя нарушать закон. Сначала соприкосновение, а потом идёт деформация. Я такая, блин, а Pixar можно. Они когда нарушают, они это делают круче, чем сам закон. То есть они как-то это, ну это самый, да, топ-топов на планете по анимации. И у нас оттуда один аниматор там работает, из Мельницы. Он удачно очень отучился в Лос-Анджелесе в школе Диснея и попал потом туда аниматором. И он к нам вот приезжал, рассказывал немножко там, как у них работа идёт. Вот он работал на «Лука», «Ральф против интернета», «Зоополис». «Зоополис», ну много крутых проектов. И он рассказывал, как был момент на «Ральф против интернета», что там был какой-то танец, и он называется «Марат». «Хат-Марат». «Хат-Марат», потому что когда он долго-долго правил танец, режиссёру уже было неловко, что они дают правки ему. А он ещё такой говорит, я всегда суровый на студии хожу, просто молчаливый, они думают, что я злюсь, сижу, правки записываю, они такие, давай мы тогда в твою честь назовём этот танец, то есть мультики этот танец. Его Марат зовут, Марат Таблетшин, вроде бы. И они такие, «Хат-Марат» будет. А он такой, я вообще была не против управок, то есть это нормальная как бы практика. Я просто суровый русский мужик. Да, да. Башкирский. Почти. Башкирский. Ну, в общем, конечно, круто, то есть рассказал, как там работают. У них свой софт, если мы работаем, 3D Maya называется, программа «Майка». Я вот это же моё, да. А они свой софт придумали, они такие, ну мы куда круче. Ну, потому что они начали делать 3D-мультики раньше, чем появилась даже «Майка». Да. Раньше, чем появился для этого софта. Ну, там просто какие-то Иисусы работают, я не знаю. То есть то, как они делают, это просто ты можешь каждый кадр смотреть, то, как они, ну, это просто высокий очень уровень и мечта всех аниматоров туда попасть. То есть если ты, типа, попадёшь, как был один режиссёр, который получил «Оскар» и повесился такой, типа, ну, я сделал всё в своей жизни. Как его зовут? А, ну, это какой-то шведский документалист. Ну, вот примерно про «Пиксар», мне кажется, так же может. Попадёшь на «Пиксар», ну, как бы, жизнь удалась. Ну, я надеюсь, что… Не, мы не будем вешаться. Да, всё, да, подумай. Я уже обратно сменил, я снова, точнее, сменил вектор своей деятельности, так что… Можешь рассказать подробнее? Да, я на уровне увлечения, на уровне хобби занимался покером ещё в России. И когда переехал, что решил, что неплохо бы мне иметь валютный доход, ну, и перспективы именно в скором времени поднять там доход в два-три раза, как бы, скорее, там было более возможно. Я сейчас покером занимаюсь, короче. Круто. На всякий случай, мы напомним нашим зрителям и слушателям, что покер с получением прибыли у нас запрещён на территории Чернокурья, насколько я помню. Так что, возможно, тебе придётся куда-то ещё ехать. Нет, онлайн тут разрешён. Ага. И… Ну, и в специальных местах с лицензией тоже можно играть. А, понял, понял. А здесь много таких мест лицензированных? Ну, одно большое казино есть в Будве. В Спландиде. И один есть частный клуб, но он тоже недавно лицензию получил, тоже в Будве. Круто, круто. Вроде в Подгорице ещё есть казино, но в нём я не был, не проверил. Ну, и часто в этом собираетесь? Оффлайн-покер я не часто играю. Это, ну, много времени занимает, много сил. Да-да-да. А отдача там, ну, может быть, если хороший состав попадётся, но ты это никак не гарантируешь. Ну, а онлайн-покер, это же скам, нет? Почему? Ну, я не знаю, что там. Мне кажется, как будто там всё… Нет, это игра мастерства. Конечно, конкретно, если ты имеешь в виду, что площадка скамит, то и нет смысла кого-то конкретного просто скамить. Ну-да-да. Им интересно, чтобы играли постоянно и Раик платили комиссию и всё. Ну да-да-да. Логично. Хорошо. Это оригинально. И если что, вы можете приходить к нам в первый клуб Монтелебера. Да, с сентября у нас продолжатся турниры спортивного покера. У нас нет лицензии, поэтому мы играем не на деньги, естественно. На Е-мульки, так называемые. Да, да, но кто их считает за деньги-то, на самом деле? Смотри, циферки. Да. Здесь вас точно не заскамят. Не должны. Но только девятилетние дети выигрывают всё время. Ну, это демонстрирует, что мы честны, как бы всем карты одинаковые, случайным образом выпадают, значит. Да, Ветя так выиграл, потому что не знал, что можно делать фолд. Поэтому он выиграл. Так что берите пример со смелых. Как-то так. А не скучно вам в Черногории? Как вам тут живётся? Нет, очень классно. А мы вообще не рассказали, как мы сюда приехали. Ну, рассказали, как мы приехали Адова в 2 часа ночи, поспали часов в 7, я открываю глаза, такая Шурик такой, хочешь проснуться быстрее? Ну, понятно, дорога была долгая, 20 часов, с двумя котами, устали, хотелось спать, и Шурик такой, а мобилизация началась. Я такой, всё, я проснулась, отлично, как раз завтрак МТЛ, мы успеваем. Все-таки тоже были взъерошены в этот день, наверное. Ну, как раз таки, нет, лепетроянцы были довольно успокоены, они такие, а мы говорили, а мы говорили, что не надо тянуть с отъездом. Ну, то есть как бы просто убедились в том, что в своих мыслях, но мы вообще, получается, февраль стукнул, я ехала делать, договариваться насчёт брекетов, думала, наконец-то я взрослая, могу себе позволить. И Шурик мне в метро присылает видео, где что-то взрывается на Украине, типа Россия напала на Украину. И я такая, всё, чуть ли, ну, не слёзы на глазах, в принципе-то, ну, довольно много-то украинских этих корней во мне. И такая, приезжаю, там, про брекеты разговариваем со специалистом, от кого-то можете подписать, чтобы цена не изменилась, потому что сейчас, а непонятно, что будет, и я такая, да, понятно, что точно такие суммы сейчас тратить не вариант. И приезжаем, как бы, ну, приехала домой, такого не было ажиотажа, что прям надо срочно уезжать, как-то немножечко хорошо, что Шурик, он не суетливый, он такой, чуть-чуть посмотрим, потому что у нас кто-то был на работе, всё, мы срываемся в эту страну, и у Шурик такой, вы в курсе, там виза нужна. Они уже чуть ли не билеты покупали, то есть настолько, как бы, с горящими жопками улетать, это нет смысла. И в начале марта, где-то вот числа второго, третьего, ну, на одной работе работаем, но в разных кабинетах, и он заходит ко мне периодически, там, в течение дня поболтать, и заходит такой, нам надо будет вечером поговорить. И такой, типа, сейчас встану и уйду. И я такая, ну, нет, говори сейчас, я не доживу до вечера. И он такой, ну, как тебе переезд в Черногорию? И я такая, а я думала, что Черногория — это что-то в Крыму, типа санатория, пансионат какой-то, потому что, ну, я в Крыму каждый год отдыхала, у меня там бабушка живёт, и, ну, как-то название очень Крымское море, как бы горы, ещё Чёрное море. И, ну, всё сходилось, по-моему, и было логично. И я такая, так, ну, надо что-то поподробнее, но, в принципе, не так страшно, как кажется. И скидывает мне видео. — Да, это забавно, что я, в принципе, узнал про возможность переехать в Черногорию, когда увидел видео Доброума, записанное с членом отделения новосибирского ЛПР Алексеем Нефёдовым, с которым мы там тусили ещё там новосибирские времена. — Как классно сработало это видео, кстати. Уже второй человек вот говорит про это. Первый был, насколько я помню, Таня Бутанка. Она посмотрела это видео и начала там списываться с Доброумом. Соответственно, он выдал ей контакт Анкоптиан. — Да, Шурик сразу вот... — Ну, а я его как бы лично знал. — Да, написал. Да, и, ну, то есть вот посмотрели это видео, Шурик ещё говорит, хотя бы первые пять минут посмотри, когда там Доброума, ла-ла-ла. — А я думал, хотя бы пять минут поживи там. — И хоп, я вижу Нефёдова такая, о, хороший человечек наш. Ну и потом начали, да, как-то смотреть, много разных видео. В принципе, как бы всё такое. — Ну, почитал я вот там Монтолибера движения, там сайт ещё был такой довольно скудненький. Ну и просто начали готовиться. — Да, я хотела прямо летом уезжать, потому что, ну, как-то прям очень панику ещё многие нагоняли, что уезжают, срываются, меняют евро по сто с лишним, там свои накопленные миллионы. Я такая, всё, поехали, поехали. Ну, как бы хорошо, Шурик такой, нет, неторопливо собираемся, планируем, всё, и вот полгода у нас, получается, примерно ушло. — Я думаю, что у Шурика, не знаю, сработал вот этот опыт игры в покер, потому что там не надо кипишевать, надо рассчитывать стратегию, да, спокойно, спокойно. — Ну, или депрессия. Одно из двух. — Почти всего играется в покер под депрессию. Мы узнали твой секрет. Узнали секрет девятилетних детей, которые приходят сюда играть, оказывается. — Да, они ничего не ждут уже от этой жизни. — На антидепрессанты не хватает денег, поэтому они приходят сюда играть. Что ещё остаётся в этом мире? Круто. Ну, замечательно. Вы помните первое впечатление от приезда? А, ну, я понимаю, что вот это вот самое. — Да, мы ночью, получается, ехали, мы долетели до Белграда из Питера прямым рейсом и решили, что второй раз в самолёт как бы котов заносить, осмотры, это всё им неприятно. Поедем на машине, думали, что так проще, но 10 часов на машине не особо-то и легче. На самом деле стоило всё-таки добраться до Подгорицы. Ну, тоже как бы что долго ехать. В итоге машину арендовали за бешеные деньги, потому что другую страну, естественно, машину ехать. — Да, мы сюда приехали, же её оставили. — Можно было доставить туда, 500 евро вернуть, но это был как бы стрессняк там в ближайшее время опять ехать. И мы такие, ладно, то есть лишние 500 евро за то, что ты в другую страну как бы на этой машине уезжаешь. И мы приехали в ночь, то есть мы как бы всю Черногорию, ну, уже была ночь где-то часов 7, наверное, 8 вечера, мы стали заезжать в Черногорию или где-то были около неё. То есть в два ночи приехали к отелю, и, естественно, я только море услышала рядом, а я море очень люблю. Я такая, о, море. Ещё после долгой дороги чуть не расплакалась. А на следующий день, когда шли уже на завтрак, был у либертарианца в Парапете, было, конечно, шикарно. Набережная, горы, очень красиво, тепло, то есть, ну, роскошно. То есть я прям... Ну, мне кажется, вот ради красоты стоит и вот эти какие-то минусы сервиса претерпевать, потому что на завтраке ещё было, что кто-то долго жил, я спросила, как вам тут живётся, они такие, ну, магазинов вот каких-то там нету. И как бы прям грустно, что вот это то, что им прям не нравится в Черногории, каких-то вот сервисов не хватает. Я так думаю, ну, ладно, посмотрю, может, мне тоже это начнёт как-то доставать. Но из-за того, что мы ехали в Черногорию больше, ну, где-то 50 на 50, вроде как бы и страны, но всё-таки и ради страны Черногория, а не как кто-то там выбрал быстренько, ну, вот пока сойдёт. И они как бы особо не полюбили страну, потому что, ну, и не ради неё ехали. А у нас это... Если бы не Черногория, мы бы не стали там срываться в Армению, мне кажется, и в Грузию, потому что нас не было, обязательно уехать, потому что хотелось куда-то, ну, достойно, чтобы нам это было как-то... В кайф. Да, то есть мы всегда хотели жить вне города большого, потому что тяжело, воздух как бы, ну, мегаполис не то, что... Питер очень классный, мы его обожаем, но если есть выбор пожить где-то ближе к природе, не в таком суетливом городе. Поэтому как бы у меня вообще была мечта жить возле моря, но я думала лет в 50-60 только доберусь до этой мечты. Как рано ты постарела, да? Да. Да, задал шифтили уже до 30. Да, и поэтому как бы нам очень много плюсов для нас и как бы каких-то желаний исполнила Черногория, поэтому её минусы там с банками, с какими-то такими нюансами, это как бы, ну, не минус Черногории, а просто, ну, её особенности. Ты как бы выбираешь её вместе с этими тоже деталями, и нам как бы в кайф. То есть нет такого, что я скучаю по магазину Лего, ну, хочешь, вот, катайся в Сербию, не где-то далеко и страшно, то есть можно там в Икею скататься. То есть у меня нет такого, что каких-то магазинов не хватает, и всё, я такая, какая деревня. Нет, классная страна, очень сильно её люблю, поэтому все её нюансы — это просто какие-то милые забавности такие. Понял, понял. Ну, здесь будет небольшая рекламная ставка, если вы хотите узнать больше о Черногории, можете посмотреть выпуск «Короче о Черногории» или послушать его с Ольгой, хранительницей клуба, первого клуба Монтелебера, ссылка будет в описании. Там как раз мы обсуждаем и банки, и какие-то возможные минусы, типа магазины работают по воскресеньям. Ну, в общем, я понял, у вас были такие эмоциональные качели, когда вы приехали, с одной стороны… С одной стороны, очень радовались, и с другой стороны, очень грустили, это было прям тяжело. Да, да, интересно. С кем вы познакомились на завтраке, не помнишь, Саша? Ну, сразу ближайший ко мне, по-моему, сосед, это был СОС, поэтому я незаметно для себя был проинтервьюирован на предмет вступления в члены клуба. Да, он сразу там как бы позвал приходить в клуб, и был Квиренс, Миша. Да, я был Квиренс. То есть слева, справа, вот они, ещё одна семейная пара, не помню, как зовут. Лика, по-моему, тогда была. Паша был, Медведский. Да, да. Вот, он там сидел. И ещё пару человек. Ну, СОС нам помог, он, Шурик писал, да, в чатик, что нужно для котов купить там лотки. Да. И вот он и помог, завёз в отель всё, Шурика мои мульки перевёл. Точно, я помню, вы спрашивали, где в воскресенье там купить вот эти вот, что-то для котов. Я, по-моему, даже написал вам, ну вот же есть магазин «Пятцентр», который на набережной рядом с Сохой. Что-то такое. Да, я помню, я помню. Классно. Ну вот он нам помог, да. Ну, кстати, оказалось, что черногорцы не нуждаются в кошачьих лотках. Сами черногорцы или их коты? Ну, покупают обычно всё-таки люди эти вещи, они не продаются почему-то нигде во всей стране. Ну, да, в принципе, особенно, что они тут котов не особо как бы держат дома, поэтому для них очень маленький какой-то выбор в магазине, когтеточки размером там с киндер-сюрприз. И ты такой думаешь, ну, мой кот осмеёт меня, ещё и стоит, это как полноценная когтеточка в России. И то, что осмеёт, описывает. Потому что некуда. Интересно. Как вы тут поселились, всё нормально? Вы там же живёте, где и жили, или что-то изменилось вообще по части, не знаю, аренды, жилья? Ну, произошло, конечно, кидало в отношении нас, что нас просто посреди, ну, в июне месяце попросили съехать на июль, да? Да, да, сказали, что мы случайно... Типа хозяйка апартов, да, случайно сдала кому-то на месяц, типа, ваш апартамин. Да. И мы можете съехать и потом вернуться. Да, у нас как бы вещей из Питера, там, 380 килограммов приехало, да, минивэн там с нашей, там, ну, не знаю, там, посудой, постельным бельём, одеждой, книгами. И туристы с двумя сумками заедут, им как бы, ну, мы думали логичнее, что их куда-то на месяц переселить. И мы с огромным количеством уже шкафа купили, там, стол. И они такие, ну, на месяц съедьте. Мы их как бы приостановили бронирование, просто чуть забыли, что вы тут живёте. А весь дом, там такой дом в три этажа и номеров 30. То есть сложно забыть, что живут украинцы, русские, все на долгосрок. И мы смотрим, что в начале июня все съехали. В принципе, там поднималась аренда в два раза, с 500 до тысяч, но мы согласились на это, думаем, ладно, как бы потянем. Но смотрю, все съехали, одни мы остались, и нас вот под видом, якобы, что на месяц давайте туда-сюда. Просто выжимали, выживали. Да, они говорят, вы можете вернуться там в начале августа, но мы такие, ну, это вообще не вариант, что за дичь. И да, пришлось в середине июня искать на долгосрок, то есть когда уже, естественно, цены повыше, мы там списывались. Да, дикий депозит пришлось платить, чтобы в сезон мы заселили. То есть это, конечно, кошмар, но квартирка хорошая, она недалеко вот от Франции, на кольце возле Шушани, то есть жили на Шушани, ну, в Шушани как бы на горе, тут удобно, что, в принципе, центр города, асфальт, не надо бежать сверху с горы, и всё, там девятиэтажный дом, лифт, как бы, в принципе, поменяли квартиру на лучше, по цене практически так же, но не очень, конечно, приятно. Не совсем добровольно. Ну да, и получается, что у нас как бы раз в год продлевается договор, всегда в сезон, всегда не будет такого, что цена снизится, потому что, да, это уже лето. Неприятно, неприятно, конечно. Ну, да, Черногория может повернуться вот этим местом, к сожалению. Но, несмотря на это, ты говоришь, что ты любишь страну. Да. Как у тебя отношения с Черногорией, Саша? Ты прижился, ты чувствуешь себя здесь дома? Ну, пожалуй, да. Ты ощущаешь, что ты ещё куда-то поедешь после Черногории или здесь вот за Гомстеди или эту страну? Ну, я думаю, возможно, всё-таки в более европейскую Европу, конечно, мы переедем, но совсем не в скором времени. Мы подзаработаем денег и накопим, и чтобы уже с комфортом жить где-нибудь в Италии или в Испании, Португалии, будем туда. Ну, это просто мысль, как бы это даже не конкретный план. Ну, а так, не, ну, страна отличная, она безопасная, она чистая, красивая, как бы я именно вот и искал какого-то... Баланса? Да, вот отсутствие этих соблазнов городских, пускай и возможности тоже это обрезает, но распутанная питерская жизнь как бы меня вымотала. Так, многое, наверное, жаль, я не знаю. Очень-очень любим бары. Кабаки, да, бесконечные тусовки. На это, конечно, уходила прям большая часть дохода, ну, как бы не то, что там недобровольно, нам это нравилось, такая часть досуга была с удовольствием, но тут как бы таких вот соблазнов нету. И это как бы не очень там прям плохо и тяжко, то всё равно есть кафешки-барчики очень милые там с чувапами, с этими палаченками, где какой бы ресторан-то ни зашёл, но на самом деле, да, поменьше просто уходит на то, что там не засидишься до шести утра в баре с коктейлями там по 800 рублей, вот, поэтому как бы, чтобы, ну, поменьше функционал баров, и это, наоборот, хорошо мы, хорошо так экономим. Ну, вы пытаетесь сказать, что тут скучновато, может быть, нет? Ну, это, для меня просто это не бака фича, как бы, что кушай дома, овощи и мясо, всё. Пришёл в ресторан, как бы, покушал, уходи. Тут ближе к окружающим, как будто тут, то есть, во-первых, не знаю, столько знакомых мы в Питере не завели за два года, сколько здесь просто, вот, став резидентами клуба. Многие вопросы просто, чтобы решить, приходится просто там знакомиться с какими-то людьми и там... Приходится знакомиться с людьми, я чувствую, что вы интроверты больше. Наверное, больше, да. Просто любите проводить время в барах до шести утра, пить коктейльчики и... Ну, просто прикольно там заплатить за симку, ты идёшь в салон связи, не забываешь, записываешь заметочки, когда тебе нужно оплатить, идёшь оплачивать, ну, то есть, это всё как бы, ну, Ну, даёт чувство сообщества. Меня больше это забавляет, чем расстраивать, что надо вот отслеживать, но это реально так мило, так вот по-простому, потому что, ну, как бы у нас пока карт нету, поэтому реально надо пешочком идёшь, это всё отслеживаешь, это, ну, это прикольно. Вы можете оплачивать мульками через кого-то, если что. Да, ну, кстати, да. Ну, прикольно всегда... Так это всё равно надо с кем-то договориться, да, с кем-то пообщаться. Всегда приятно выйти на улицу. То есть вот такого, чтобы мы гуляли много по Питеру, хотя он красивый и крутой, но такого прямо, чтобы... Хотеть много гулять, там такого не было многолюдно на улицах, довольно тесные улочки, а тут очень приятно выйти лишний раз. Да, вспомогает. И очень, конечно, вид, ну, то есть вид из окна, ну, для меня это много значит, то есть прям 50% удовольствия от страны, это вот то, какие шикарные горы, и кто-то спрашивает, ну, это интересно, когда вам это надоест? Ну, неинтересно, потому что... Те же самые люди, которые говорили тебе про... Ну, как бы это странный вопрос, как может красота надо есть, и, в принципе, зачем надоедать? То, чтобы ты такой вышел, да ё-моё, опять эти шикарные горы, ненавижу. Мне кажется, они замыливаются, у меня тоже хороший вид на горы, и я их просто перестаю замечать, я их на них смотрю, как на градусник, то есть я смотрю, ага, там, значит, облака, значит, сегодня будет дождь, окей, сегодня пойду на пляж, а то вот сегодня вот хорошее безоблачное небо, ага. Но я уже не воспринимаю это как пейзаж, мне приходится напоминать себе о том, что я живу в таком потрясающем месте. Ну, это полезный навык уметь себе такое напоминать. На самом деле, да, да, то есть это такое... Да, согласна. И у нас ещё прикольно, из-за нас сюда двое режиссёров наших переехало, которые делали Барбоскиных, они придумали Барбоскиных, вроде как Лунтика или Царевин, они сделали это пара, мужчина-женщина, и они были тогда в Турции, отдыхали или в Болгарии, и они знали, что мы уезжаем, прощались когда на студии, что в Черногорию уезжаем, и вот они рассказывали, что вот да, то есть помнят, что вот мы в Черногории, написали, я поскидывала фотографии, виды из окна, говорю, тут всё круто, давайте там мы вам номер снимем в отеле, в котором мы первые 10 дней жили, пока искали жильё, всё организуем, это было где-то там 17 октября. Они такие, всё, мы едем, потому что в Турции тяжело было тогда уже получить ВНЖ, там на год надо было что-то договор подписывать, аренды, и, в общем, они приехали, вот им тут тоже очень нравится, и говорят, что если бы не вы, мы бы тоже про эту такую страну не вспомнили. Мы были где-нибудь в Таджикистане. Ну или там, может, как-нибудь в Болгарии, не самое плохое, но вот они то ездили недавно в Болгарию, им предлагали там ВНЖ сделать, но они такие, нет, нам в Черногории больше нравится, воздух, море тут типа лучше. Хотя здесь всё-таки подороже, как говорят. Да, намного тоже жильё, там типа раза в полтора-два, они говорят, могли бы сэкономить, но всё равно остались тут, говорят. Море здесь лучше, неоднократно слышал. И воздух говорят даже, что воздух тут лучше. Ну где вот у нас друг приезжал из Питера, он, конечно, выходил к нам на террасу, такой, боже, какой воздух. Прям на контрасте заметно, что, ну, совсем по-другому дышится. Это точно. Отлично, круто. А расскажите ещё раз про первый клуб Пантелебера, чего тут происходит и вообще для чего сюда ходить? Может, немножко пререкламируете? Ну вот, у меня было две основных цели посещений. Это я как организатор покер-клуба прихожу, раз в три недели устраиваю турнир покерный. И кинопоказы, соответственно. А я думал ещё коктейльчики. У нас не по 800, конечно, рублей там. Коктейльчики — это отличное дополнение к тому и ко второму, да. И пельмешки, я ради пельмешков ещё. Да, в жопу кинопоказы, обсудим пельмешки. Вот они, либертарианцы, какие они есть. Я ради пельмешков, а я ради кофе, да. Либертарианский клуб. Антиреклама какая-то. Нет, на самом деле мы стараемся делать, чтобы это всё было комфортно, здесь приятно находиться, и как можно дольше, и лучше. Отлично. Ну, и есть какие-то ещё идеи, как можно улучшить там клуб, например? Что ещё сюда добавить такого, чтобы, а, бомба, вот каждый день было ходить? Мы не открыты до шести утра, если что. Ну сейчас, конечно, грустно, что кофеёчек уехал. Сегодня у нас есть кофе. У нас есть тюнинг кофе. И у нас есть вот выпуск с Иваном, и Катя вышел уже на данный момент, и они рассказывают, что они уже заказывали, заказали кофемашину, которая едет к нам из Италии. Отлично. Отлично. Катя занималась профессиональной покупкой кофеоборудования, так что вы прям попали, а Иван тоже связан с кофепрофессией. Круто. Но тогда даже не знаю, что ещё улучшать. Красота. Есть какая-то мечта, которую вы хотели бы осуществить здесь? Может быть, открыть своё собственное агентство мультипликационное, анимационное? Агентство невест. Так, интересная идея. Нет, это шутка. Ну, у меня всегда... Я пивовареньем занимался такой долгий период своей жизни. У меня всегда было желание крафтную пивоварню с баром при ней иметь. Ну, не знаю вообще, актуально ли это для такой маленькой страны, как Черногория. Смотри, есть же папа Бир, который делает своё пиво крафтовое и всё прочее. Я особо не разбираюсь, но да. Ну, вот он один, как бы, это не совсем показательно. Ну, а вообще мечта, мечта. Нет, хочется спокойно жить, не бедствовать, не болеть, собственно. Ну, хочется, чтобы тут не принимали законы по ВНЖ посложнее. Это не мечта, которую хочется обсудить нам, осуществить. Уже, как бы, наверное, прям уделялись гражданством. Как бы уже тихо, мирно, не волноваться, что что-то могут придумать. То есть, потому что есть, как бы, страна очень нравится, но вот есть вот это такое маленькое, как бы, такое перманентное небольшое волнение, что ты всё-таки тут гость, и могут как-то, хоп, изобретить тебе быть гостем на долгий срок. И вот это как бы грустно, что ты вроде как чувствуешь это дома, но это немножечко вроде как может быть оказаться не в законе. Ты-то думаешь, что это дом, а все остальные считают, что это турист. Да. Двои мысли. Ну да, есть такое. Есть вообще что-то, что бы вы хотели, ну, привнести сюда, может быть, из России даже? Вот этого не хватает. Вот поэтому я скучаю. Кроме кофе. По сервису, конечно, скучается, когда там можно, не знаю, меню оплатить по штрих-коду в Яндекс, там, в приложении какого-нибудь, или там очень быстро заказать продукты в самокате, там, за пять минут тебе привезут сметанку, которую ты забыл купить, там, после работы. Ну, то есть такие вещи вроде как бы удобно, хотя ничего, мы ходим в магазин сами, там, не грустим, но какие-то такие совсем вещи, которые ещё сильнее упрощают жизнь, было бы неплохо. Такие сервисы с банками попроще, чтобы счёт открывать не полгода, а в приложении. Я в какой-то момент, да, зашёл в Тинькофф приложение, и просто, типа, я могу открыть счёт просто вот так, двумя кликами. Да. Просто открыл счёт пустой, насладился этим, закрыл его. Как это было просто. Ну... Не дай виновое, это больное. Вкусного пива, пива вкусного надо сюда. Хотя бы не понимаю, почему не импортируется, да, из той же Германии, Бельгии. Я думаю, заградительные пошлины. Страна обособленная, она не в Евросоюзе, как раз о чём мы говорили чуть раньше. Ну, другие продукты доезжают, алкоголь, ну, другой алкоголь тоже приезжает. Ну, может быть, тогда имеет смысл делать собственный алкоголь и доставка алкоголя, круглосуточная аренда алкоголя. Если вы выпиваете его, ну, ладно. Залог остаётся у нас. Да-да-да, как-то так. Чё? Это же работает бизнес-модель. Почему здесь не работает? Тем более, если хорошее пиво. В общем, желаю вам всяческих успехов в ваших начинаниях здесь. Надеюсь, что страна вас не отвергнет, и нас тоже. И что мы как-то сживёмся, приживёмся и найдём точки соприкосновения, так или иначе. Страна поймёт, что мы можем быть полезны. Может быть, даже в недалёком будущем для нас делать какие-то исключения. Ага, вы член Монте-Либера? Вот вам, пожалуйста, ВНЖ на три года сразу вперёд. Или на пять. Как-то так. Было круто. Живите, радуйтесь. Спасибо. Ладно. С нами были в студии, со мной в студии были Валя и Саша, или Александра и Валентина, чуть более официально. Спасибо ребятам, что пришли, рассказали о себе, о своей жизни. И надеюсь, что у вас всё получится. Это был Бёргин и рубрика «Знакомство». Пока. Пока. Хвала, до вечера. Пока.